За стенами с бойницами сидят паны с царицами, варенички поджидают, хреновуху наливают. Это присказка от сказки, которая недавно стала былью здесь, на первом километре Одесской трассы. Если сразу за КПП не пропустить первый же поворот направо, коттеджной застройки, то ресторанно-гостиничный комплекс «Фортеття Гетьман» станет для путника вкусным и спокойным пристанищем на пару часов, а то и на денек-другой. Всего 180 дней понадобилось мастерам, чтобы возвести и оживить красавец-замок, в котором сам Богдан Хмельницкий благословляет гостей на сытый отдых под хороговями верных ему казацких полков. Почти на 12 метров до синего неба возносится сторожевая башня внутри ресторана, заставляя почувствовать себя в полной безопасности и, конечно, в тепле. В здешнем очаге не то, что ягненок, бык целиком на вертеле зажарится, на случай пира с друзьями, товарищами «Фортетти Гетьман». До 400 человек могут здесь пить, гулять да закусывать, чем Бог послал. А какой украинец откажется от душистого сала, копченого, соленого, перченого, что маслом растекается по языку? Молодое, нежное, да подбочковые помидоры. Здесь на чужих не полагаются. Повара сами солят, квасят, хлеб пекут и белые грибы маринуют. В ресторан попадают только экологически чистые продукты, не исключая брынзу, которой посыпается желтая горка мамалыги или закарпатский бануш. Тоже из кукурузной муки, но с копченостями и боровиками в сметане. И уж, конечно, спешат гостям подносы с колбасами да бужениной, на которых от тепла появляется аппетитный блеск. А в печах покрываются золотой корочкой куски молочного поросенка и домашние утки. Только чтобы в сухую еда в горле не стало, неплохо бы плеснуть в чарку хреновухи собственного изготовления. Хоть и ядреная, но голову оставляет светлой. Ради вас, святаты, в ресторане «Фортеция Гейтман». Кстати, здесь ощущается присутствие многих уголков Украины. Камень из Крыма, сосна из Полесья, бук из Карпат. И сколько ни присматривайся, ни одной детали фабрично-заводской работы. Все делали руки. Художники рисовали копии известных картин, резчики делали мебель и переносили на дерево народную мудрость. Кто-то выжигал тексты на говяжьих шкурах, а ковщики превращали грубый металл в изящные светильники. Но самое главное, этот уникальный интерьер вышел не из мастерской модного дизайнера, а из сердца владельцев, которые хотели воспеть славную украинскую историю, написанную казаками-прадедами. 16 выдающихся гетьманов смотрят с портретов на втором этаже. И со временем столько же ресторанов должно появиться от Карпат до Крыма в память о героях. Киевское заведение уже второе. А начала летопись будущей сети ресторан в Мигово, близ Черновцов. Чуть позже даже появится карта «Гетьманы Украины». Причем уже сейчас к партнерству приглашаются не только рестораторы, но и бизнесмены из разных регионов страны. В процессе постройки этого заведения, Лариса, я так думаю, вам довелось провести, наверное, в исторической библиотеке не один час, не один день и там не одну неделю, потому что нужно было соблюсти все-таки очень многие исторические моменты. Вы знаете, в этом нам очень помог как раз хозяин ресторана в Мигово, Валерий Васильевич Голан, который является, в принципе, и вдохновителем этой идеи, и автором проекта. И благодаря, по-моему, вот такой любви к Украине, вообще к украинскому народу и к его истории, был построен этот ресторан. И, конечно, это настолько большой труд, и ни одного дня, и это настолько интересно, и постоянно новые идеи, которые хотелось здесь воплотить, и я думаю, что у нас получилось. Кого вы представляете вашими гостями? Неужели только элиту нашего государства, то есть там наследников Гетмана? Мы представляем всех любителей ресторанов, украинской кухни. Кухня у нас очень вкусная, я люблю ходить по ресторанам, особенно по-украинским, и мне было очень интересно попробовать наши блюда первые от нашего повара. И когда я начал пробовать все, то мне все абсолютно нравилось. Вы поняли, что у вас лучше, чем у других, да? То есть конкуренты пусть боятся. Да, пускай боятся, и я заявляю об этом. Вообще, очень много работ авторов из Западной Украины переехало в столицу. И даже люстру для гетманского зала ковали во Львове, взяв за основу мечту Богдана Хмельницкого об объединении народа. Гербы 12 гетманов сошлись вместе над печатью Запорожского войска. Пускай бы и те, кто собираются здесь на банкет, жили в мире и согласии. Стол – самое подходящее место для изъявления дружбы и тепла. В особенности кавказский, который ломится от обилия сытных до пряных блюд. Чтобы создать грузинскую и тандырную страницы в меню, вначале пришлось вырыть в земле три печи. Кирпичный колодец дает такой жар, что даже баранья нога здесь готовится за 15 минут. Так что гости не предеваться, долго томиться за пустым столом. Пока обмакнет кусочек аджарского хачапури в яйцо, а тамада скажет тост, уже подоспеют шашлыки из телятины или свинина на косточке. И пойдет пир горой со стремительностью горного потока. Ачму заказывают обязательно. Дома ни одна хозяйка не станет раскатывать многочисленные блины, отваривать их, перемазывать яйцом с сыром и запекать в духовке. Но нано-хатевари как истинная эмеретинка с тестом. На теме. Между ее пальцами легко появляются ровные складочки, а жидкий мясной фарш, не успев растечься, быстро оказывается запечатанным в мешочек. Хенкали – это тоже блюдо, требующее опыта. Зато если все сделано как надо, даже ребенка не придется долго уговаривать. Взрослые же за считанные минуты оставляют на тарелке одни хвостики. Если же гость почувствует, как его разморило обильное застолье, отель «Фортете Гетман» всегда готов предоставить приют. Каждый его номер – это отпечаток конкретной эпохи и личности, так или иначе соприкоснувшейся с историей казачества. И, возможно, если бы гоголевский черт перенес не Вакулу в Петербург, а Екатерину в Киев, то царица еще и благодарна была бы. Тексты на украинском и английском языках объяснят постояльцу взаимоотношения между императрицей и Запорожской сечью, польским королем Витальдом и тогдашним Гетманом. Было бы желание не отмахнуться от прошлого, а углубиться в него. Ради будущего. И хоть грозен царь Иван, но руки тянутся к камню, а уставшее тело просится на мягкое ложе. Не надо никакой машины времени, чтобы хотя бы на сутки поменяться профессией с Иоанном Васильевичем или стать султаном, погрузившись в шелк, покрывал и разгадывание затейливых восточных узоров на гобелине. А повара со своей стороны помогут продлить очарование минувшей эпохи, потому что время не властно над шедеврами гастрономии и искусства. Нужно просто уметь внимательно читать историю, как это делает ресторанно-гостиничный комплекс «Фортетя» Гетман. Субтитры подогнал «Симон»